24 ноября в Москве прошел второй ежегодный российский экспортно-инвестиционный форум, в котором приняли участие более 350 делегатов из 34 стран мира. Реевт-2016 – это очень важное и значимое мероприятие для всей внешней торговли России. Благодаря тому, что форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы. Российские экспортеры обсудили возможные пути экспорта в Индию, в Иран, в Африку. На пленарной дискуссии сотрудники, представители Минпромторга, представители Египта, Суэцкого канала сделали презентацию российской промышленной зоны, которая планируется к созданию и которая станет окном в африканский экспорт. Мы считаем, что проведение российского экспортно-инвестиционного форума является основой для того, чтобы российские экспортеры находили надежные контакты и в течение года могли их отработать и превратить в сделки. Для этого Совет по развитию внешней торговли осуществляет в течение года поддержку с помощью своих 27 страновых подразделений. В этом году встреча проходила в Конгресс-центре «Технополис», и главной темой обсуждения стало продвижение отечественной промышленности на зарубежные рынки, привлечение в Россию технологий и инвестиций. Тему пленарных дискуссий затронули вектор взаимоотношений «Россия-мир». Неважно, речь идет о российских промышленных зонах или о чисто египетских промышленных зонах, нам бы хотелось взаимодействовать здесь. Индикаторы, знаки к дальнейшему развитию, конечно, есть. Далее, на юг, двигаться если на юг, мы увидим, что это южный вход, южный вход в Суэцкий канал. Получается на сегодняшний день, что просто продать какой-то товар на рынке и забыть для импортеров становится неинтересным. Любая зарубежная страна заинтересована в том, чтобы в той или иной степени, в том или ином виде локализовывать производство востребованной продукции на своей территории. Министерство промышленности и торговли пригласило нас в проект Египта, нам он показался до крайности интересным, мы благодарны за это приглашение, мы надеемся, что этот проект получится. Что мы пытаемся в российской индустриальной зоне, мы хотим предложить вам хорошие возможности, предложить возможности глобализации 21 века. Мы говорим о том, что 11 регионов в России все-таки могут конкурировать. После того, как в мае в Сочи мой президент посетил Россию, я думаю, что тут произошел серьезный-серьезный пересмотр. И бизнесмены из России и из Индонезии по-новому стали рассматривать взаимодействие друг с другом. Есть какие-то юридические моменты, которые препятствуют торговле, и мы должны гармонизировать эти моменты в деталях. С не менее содержательными и интересными сообщениями выступили Серж Фокус Адун Лами, генеральный директор ООО «Африка-сервис», и Гийом Ламот, директор по онлайн-обучению и контенту ITC. От экспорта товаров к экспорту производства, создания российских промышленных зон, соответствует ли возможности российских экспортеров национальным устремлением, инфраструктурное решение для локализации, лучшие условия для инвестора. Обсуждался вопрос индустриальных парков в России, тенденции их развития и поддержки со стороны государства. Если говорить уже о новых рынках, нам категорически очень сильно интересен, например, рынок Ирана. Но для нас это совершенно закрытый мир. Я очень рад, что существуют организации, которые и пошло движение в том направлении, что кто-то может помочь открыть для нас новые рынки. Если говорить о том же самом Иране, мы четко видим позиционирование наших электростановочных изделий в этом регионе. Но нету того паровоза, экспорта провода. И выход куда-то в сторону – это достаточно большое событие. Предметом одной из важнейших дискуссий на форуме стало обсуждение программы «Тренд. Сделано в России». В которой высказались предприниматели, представители крупных медийных компаний и организаторы форума. То, что сейчас происходит, на наш взгляд, медийщиков, это действительно рефлексия на то, что государство наше усиливается, общество на уровне потребителя научились распознавать качество западных товаров, западных брендов, да, и нас уже просто так на мекине не проведешь. Соответственно, проявляется сознательный интерес на уровне стереотипов уже тяга к отечественным брендам. Я считаю, что нужно очень тщательно на уровне экспертных советов подходить к любой наклейке, к любому знаку качества, чтобы это не было паразитарно, потому что бренд – это очень ответственно. Обсудили содержание, основные смыслы и направления развития отечественных брендов. С точки зрения общей концепции развития тренда сделано в России. На мой взгляд, необходима целая стратегическая программа, которая, возможно, будет либо под куратусом самого президента, либо, возможно, лежит в ведении департамента внутренней политики, разработать именно некую стратегическую линию бренда «Сделано в России». Возможно, будет создание некой рабочей группы отдельной, которая позиционировала бы его вовне и внутри страны. Ключевыми темами форума стали построение дилерской сети, сертификация, промышленный экспорт России, инвестиционная привлекательность регионов России и многие другие. B2B-встречи на РИИ в 2016 – это одна из ключевых целей всего мероприятия. Благодаря присутствию основных игроков в международной торговле, только здесь можно было получить привлекательные условия для начала работы с интересующей страной. Участники смогли назначить переговоры, заключить контракт и получить обратную связь от экспертов. Помимо нескольких дискуссионных площадок, в рамках форума была проведена выставка ярмарка, которую посетили более двух тысяч гостей. Российский экспортно-инвестиционный форум РИИ в 2016 превзошел по масштабам прошлогодние мероприятия, оправдав звание одного из главных международных общественно-деловых событий этого года. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова